я надеюсь что в вашем регионе сейчас тепло хорошо и от этого улыбка до ушей но я не об этом я о том что странным образом ресторанные рецепты но не заходят да то есть очень мало просмотров и очень узкая так скажем вилка людей которые фанатично относятся к моему каналу и хотят расти всем остальным видимо нужно просто что-нибудь поесть но самым удивительным стало то что большое количество просмотров набирают ролики с заготовками ресторанными я сделать зеленое масло я сделал луковое пюре раз вы в этом направлении хотите расти и вам это интересно я вам предлагаю еще одну ресторанную заготовку молекулярная кухня друзья которая кстати она же очень обширная молекулярная кухня я выбрал нечто несложное и соответственно давайте быстренько все это сделать значит будем делать медовую икру обязательно весы с делением 1 10 грамм в идеале должно быть значит сначала делаем основу для икры обнуляем добавляем сюда мед 110 граммов ну желательно иметь конечно жидкий для того чтобы было легче с ним работать жидкий закончился пошел газообразный так 99 106 108 110 граммов меда вкусного яркого меда какой попал не берите в зависимости от цвета меда будет цвет икры теперь сюда оттариваем добавляем 90 миллилитров воды ну 90 граммов блендер делаем медовый сироп тщательно размешиваем мед с водой все видите жидкость такая получилась белая потому что очень много воздушных пузырьков безусловно этого не избежать потому что блендер нагоняет воздух теперь сюда в эту медовую жижу оттариваем добавляем альгинат натрия альгинат натрия обязательно сухую ложечку берем добавляем одну целую шесть десятых грамм ну можно там плюс-минус одну семь один и восемь край так 1 и 6 проскочила получилось 1 из 7 нет 16 до теперь блендер звучит конечно это все страшно но стоит совсем недорого и купить можно по интернету везде в любой точке россии и альгинат смешиваем с медовой смесью тщательно можно слегка помочь ему знаете немножечко вот тут по уголочкам чуть-чуть залипает альгинат этого не избежать значит можно на небольшое количество увеличивать до для ну чтобы не обращать внимание скажем вот на погрешность на залипали на залипала вот этого можно так вот на к точкам только главное ногу от блендера отключайте это у меня есть одна барышня знакомая ресторатор она вот такая говорит мешаю 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 блендером что-то смешиваю там и тут я решила посмотреть чем плохо замешивает разбивает ну и горит смотрю так и у меня манит палец горит сунь палец сунь и на палец сунул и включила сама ну то есть представляете ой мы ржали и вообще прям но вы знаете ничего страшного не случилось палец на месте главная цель сделать так чтобы жидкость соединилась с альгинатом во единое целое и отправьте вот эту вот смесь отстаиваться можно при комнатной температуре можно в холодильник куда захотите но я обычно оставляю в комнате периодически если у вас значит световой день штука не быстрая то есть довольно долго отстаиваются пузырьки пузырьки должны выйти если у вас есть вакуумный аппарат этим пользуются многие вакуум да он воздух выгоняет вот из этой среды в ресторанах в вакууматор отправляют просто пук завакуумировали все ни одного пузырька это отправляем отстаивается так чтобы не было пузырьков смотрите я вчера заморочился она должна приобрести такой же медовый окрас когда воздух выходит вот это один и тот же мед одна и та же вода фильтрованная получается вот такая штука мыть ногу от альгината лучше всего кипятком самую горячую включаете потому что он не термостабилен и кипятком отмывается холодной водой можете не отмыть его такое как желатин такой знаете приставучий вторая часть это среда в которую будем икру мы капать создаем кальциевую среду значит сюда мы добавляем но объем бы может быть разным просто в зависимости от величины объема удобнее капать ну то есть можно и на дне сделать до граммовка же но очевидная кальций лактат кальция или кальций еще есть такая текстура 8 граммов на литр пол литра кажется много но зато удобно ванна хорошая получается 320 все пол литра и нам нужна еще одна ванночка с произвольным количеством воды но чистой воды мы вставляем вот сюда значит здесь у нас 500 миллилитров воды оттариваем ну и соответственно 4 грамма на полу литра лактата кальция что они понимают что это густая да она будет как мармелад не она по идее должна быть внутри жидкая сверху пленка как мармелад это агар холодное масло 2 и 9 все 4 грамма блендер полностью растворяем кальций в воде смотрим все никакого осадка никаких крупиночек ничего не осталось здесь может быть любой сок с низкой кислотностью например ананасовый сок лимонный сок лаймовый сок в чистом виде гранатовый сок сделать из этого икру будет сложновато повышенная кислотность не дает химической реакции кальция и натрия состояться поэтому вишневый сок прусничный пакетированный яблочный виноградный это может быть что из красного моду может быть морс можно из кваса делать вот такие же вещи можно и соевого соуса делать от без бальзамического уксуса уже не получится из алкоголя не получится самое главное теперь подходим к самому главному вот самый большой шприц который был в моем доме в аптеке 20 . он соответственно и будет у нас главным действующим лицом набираем сюда то есть окунаем до чтоб пенки верхней у нас не было набираем жижу вот эту медовую так сказать я всегда делаю вот здесь налипает много не знаете что делаю я под краном с горячей водой быстро 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 обмываю чтобы ничего лишнего у меня не капало вот сюда каких-то вот получается вот такая вот скажем заготовочка теперь я готов капать очень важная информация вот смотрите если вы будете капать с низкого расстояния у вас не будет успевать формироваться капля и у вас будет знаете такой кипятошка такая как сперматозоид с таким хвостом если вы будете поднимать шприц очень высоко и капать отсюда капля будет набирать такую инерцию что она будет просто-напросто расплющиваться при ударе об воду и у вас будет плюшки поэтому нужно каждой жидкости примерно подбирать свою высоту но вот эта медовая значит у меня субстанция 15 сантиметров примерно да ну то есть вы уже сами поймете как бы в чем вот капля образуется она пил процесс медитативный и увлекательный не бойтесь там кажется что на капельке образуется пузырь пузырек это при вхождении в воду там немножко прицепляется на пузырек сразу исчезает поднимается икринка будет достаточно достаточно круглой и без всяких пузырьков но если вы будете можно конечно и ту этот раствор откапать который из которого не вышел воздух да но он будет мутный икра будет такого странного цвета нужно добиться вот этой прозрачной жидкости слишком много одновременно нельзя откапывать значит из кальциевой среды она горьковатая перекладываем в воду чистую воду в ту ванночку в которой у нас она должна быть промыто значит процесс идет не быстро да поэтому частями откапали воду промываем от кальция то же самое повторяем еще раз но тут же промыли и тут же достаем потому что держать во влажной среде большой необходимости нет я просто беру ситечко ставлю его на салфетки чтобы воду салфетка забирала и сюда перегружаю уже готовую икру если будете очень долго держать в кальциевом растворе крупинка мелкая она полностью затянется будет внутри не жидкая а будет внутри твердая как как икра из агара это альгинатная икра ей даже знаете что делают обманывают нашего брата но не нашего не повара а нашего смысле человеческого продают искусственную икру за настоящую выдают это ужас ужас как так можно жить вот и вот так вот откапали допустим там сколько штук пятьдесят сто капель сразу промыли переложили значит для хранения икру нужно смешать с небольшим количеством вот на одно такое ситечко 1 чайная ложка меда жидкого аккуратно перемешивать в банку перекладывайте икра не должна плотно прилегать друг другу под своим весом иначе она будет приобретать поддавиться будет и будет знать такими как и ромбиками вот что у нас получается но чем не похоже на икру а вот кто мне скажет что это не похоже на икру это даже вот знаете игра радужной форели ой не радужная янтарной форели которая желтого цвета такая янтарно вот такая у нее икра то есть можно даже например что с ней происходит она идет как наполнение в корзиночке например корзиночка маленькая из песочного теста наполняется каким-нибудь вкусным сырным или суфлейным кремом в саму корзиночку входит мед и медовой икрой украшается раз два листочка маленьких мятой или какой-нибудь горчицы и вот десерт готов ей можно украшать например блины при подаче кладете несколько блинов свернутых ложку жирной стоячий такой плотной сметаны делаете такую ложбинку и ложечку икры блина блина говорю блины с икрой человек раз этом сладкая потому что сметана быть сладкая и может быть икра сладкая может быть наоборот сметана обычная икра щучья если возьмете маленький шприц и кап 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 маленькие куринки сделать это можно и защищу даже продать и ну не продать я имею ввиду в ресторане как бы блины с икрой шарики идеальные высоту значит правильно подобрал лопается и вытекает мед химическая реакция при столкновении молекул натрия кальция одна выбивает другую образуя там тем самым пленку вы можете об этом почитать специальные статьи в которых рассказывается про сферификацию вообще это называется сферификация мы делаем сферы маленькие крупные большие так далее вот этот лайфхак используют во многих ресторанах мира во всех мишленовских ресторанах обязательно делают разную икру ну и соответственно попробуйте развлечь себя и своих детей дети просто обожают в магазинах продаются целые наборы для производства икры с разными красителями пищевыми можно подкрасить любой там сахарный сироп сок даже из газировки тархун она же там столько красителя она же ярко-зеленого цвета газировку тархун берете наливаете с альгинатом выпускаете газики потом у вас получается ярко-зеленая икра вофигеть вау все пока пробуйте